Захар Кучерявый Захар Кучерявый Мы стартовали очень успешно И затем вошел в систему И после этого мы проводили зарядку на Малаховом Кургане И ребята уже непосредственно Недавно провели в 4 школах Где они показали, как нужно любить Здоровый образ жизни И ребята сейчас подробно расскажут Замечательно Так как Дмитрий сидит рядом с Мартой Начнем с вас Дмитрий, расскажите, что была за зарядка И насколько вообще важно проводить подобные мероприятия Значит, мы были в нескольких школах. Мы были в школе номер 18, мы были в школе номер 42, в школе номер 9 и в школе 26. Значит, что могу сказать? Отличное мероприятие, зарядки были очень энергичные, детей было очень много, количество детей доходило до 80 человек, а то и больше. Мы пытались совместить два стиля, то есть мы брали и танцевальное звено, и звено боевых искусств. На самом деле получилось очень интересно, детям это очень нравилось, все улыбались, все были довольны. Я считаю, это очень полезное мероприятие, которое помогает детям развиваться, становиться здоровее. Это отлично, что у нас в городе такое проходит. Да, Захар, ну я видел, что там вот на видео отчетливо понятно, что и тренер по ММА, и тренер по танцам, они делали упражнения друг друга тоже, да? То есть вот действительно это нужно для того, чтобы показать детям правильный пример, да, я так понимаю? Ну, старались в первую очередь ребят раскрепостить, и поэтому я и своим примером пытался показать, что можно совмещать и танцевальные элементы, и, конечно же, уже ударные техники. Вот. Было очень здорово, дети все были очень отзывчивы, и мы с Дмитрием были очень довольны этим, конечно же, когда видели, что была отдача. Вот. Дети старались, ну и мы, соответственно, тоже. Ну, в перспективе будем растить новых чемпионов. Давайте, наверное, посмотрим видеоматериал, как проходила эта зарядка, у нас есть видеосюжет. Наклоны влево и вправо, круговые движения руками, приседания и прыжки. Сохранить бодрость духа и хорошее настроение на весь день поможет зарядка, уверены в 26-й школе. Утреннюю разминку для учеников провели профессионалы – вице-президент Федерации смешанного боевого единоборства ММА в Севастополе Захар Кучерявы и тренер по современным танцам Дмитрий Калачев. Для ребят подготовили специальный комплекс упражнений, которые укрепят мышечную систему и улучшат осанку. Разминку с чемпионами организовал Нахимовский муниципалитет. Поддержали акцию около 60 девчонок и мальчишек. Говорят, регулярные занятия спортом придают уверенности в себе и повышают самооценку. Сказать «нет» вредным привычкам и вести активный образ жизни значит быть не только здоровым, но и современным. Я считаю, что пить и курить за углом или на территории школы или в любом общественном месте нынче не модно. Так что такие мероприятия, как сегодняшние, поднимают людям настроение и заставляют их двигаться вперед и развиваться в спортивном стиле. Я занимаюсь смешанными доростами еще с детства. Я начал занятия вольной борьбой, потом уже перешел на более уровень, начал заниматься смешанными доростами. Я поддерживаю такие мероприятия, потому что это развивает наших детей, которые в начальных классах. В этом году севастопольские спортсмены и танцоры провели зарядку в шести школах Нахимовского района, а также в филиале Московского государственного университета имени Ломоносова. Кроме того, в октябре участвовали в мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню ходьбы. Организаторы отмечают, спортивные акции нужно проводить как можно чаще, особенно в образовательных учреждениях. В наших акциях участвуют действительно медийные лица, действительно чемпионы по своим направлениям, которые могут действительно зажечь и смотивировать детей и жителей. Концепция зарядки состоит в том, чтобы тренера были по разным направлениям, что позволит жителям и детям, учащимся в школах, выбрать какое из них направление ближе ему и уже заниматься именно этим. По словам организаторов, через неделю к разминке с чемпионами присоединятся школы с северной стороны города. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Да, вот действительно такая интересная зарядка, мы уже увидели на видео, Марта, при поддержке кого вообще организуются такие мероприятия? При поддержке Муниципального округа, Нахимовского муниципального округа. Замечательно, но что касается вообще этих мероприятий, Захар, расскажите, насколько важно вообще проводить такое подобное в будущем? Ну, на самом деле, это более чем важно. Сейчас идет очень здоровая, правильная пропаганда здорового образа жизни. И дети, в первую очередь, должны видеть эту пропаганду не только на словах, а в действии. Они должны видеть достойные примеры, которые им преподают и показывают, чтобы дети действительно, у них было к чему стремиться. Чтобы они это видели наглядно, и чтобы они хотели развиваться, заниматься спортом, быть здоровыми и спортивными. Ну, я так понимаю, вы тут пропагандируете кто-то танцевальные направления, вы боевые искусства, да? Вот, например, для чего это делается, то есть совмещается, чтобы ребенок для себя как-то выбрал направление на будущее, посмотрел, что ему более интересно? Конечно, это очень важно. Вот на таком этапе уже ребенку понимать и определяться, что больше он хочет делать. Я считаю, что и боевые искусства, и танцы, в принципе, это очень полезно, и это очень развивает человека не только физически, но еще и умственно. В силу того, что начинают работать уже как бы все процессы, да? То есть и головной мозг у нас время в работе находится, и активно работает тело. И это, правда, в дальнейшем придает больше уверенности даже. Есть много примеров ребят, которые приходят, например, неважно, там, секция это бокса, или какие-то искусства, либо это танцы, он в себе не уверен. И со временем, когда человек понимает, что он овладевает именно искусством владения тела, то у него открываются, как говорится, новые чакры, и он может уже себя по-другому чувствовать даже в обществе, и уметь разговаривать. И это действительно придает уверенность. Я считаю, что именно вот таким примером, когда приходят ребята в школу, такие, как мы, показываем, что это возможно, что да, смотрите, что есть куда стремиться, есть куда расти, это и есть такой вот прям большой-большой плюс. Еще раз повторюсь, за это большое спасибо вот Нахимовскому муниципальному округу, который вообще все это дело начал, придумал, и я думаю, что в следующем году это будет уже у нас всесистемно, то есть уже раз в неделю, с февраля месяца мы будем активно приходить по всем школам нашего города и показывать, учить, развивать наших детей и наше будущее. Ну и это правильно. Дмитрий, а вот вы в последних школах устраивали зарядку, какой возраст? Любой класс или нет? Абсолютно разный возраст. Дети были, начиная от 2-го, 3-го класса, заканчивая классами 10-ми. То есть в зале были абсолютно все возраста детей. И действительно было очень интересно смотреть, насколько по-разному разный возраст открывается в каком-нибудь танцевальном направлении или в боевых искусствах, потому что все же дети, они более открытые, нежели у них детки постарше. То есть там уже как бы уже есть свой какой-то определенный характер, то есть есть какой-то определенный момент стеснения. И, конечно же, как бы это интересно. Вот для этого туда и приходим мы, чтобы эти элементы стеснения в принципе убирать. Нужно бы это открывать. Да, то есть вот это, в этом я считаю, что очень большой как бы плюс, и это очень интересно. Не, ну видно даже по видео, что, скажем так, стеснений или каких-то сомнений у детей не было, то есть все занимались, всем это было действительно интересно. Да, все это открывается и все это нарабатывается. И действительно, я считаю, что в этом плане такие проекты, как «Зарядка с чемпионом», они очень-очень нужны нашему городу. И хочется, чтобы это все развивалось дальше. Захар, ну вот что касается боевых искусств, с какого возраста нужно набирать вообще? Или это, скажем, там с пяти лет уже можно заниматься? Нет, естественно, есть какие-то подготовительные, так скажем, не курсы, а занятия. Но вообще контактные виды спорта у нас с десяти лет, но никто отменял, никто не отменял акробатику всевозможные. Даже танцы тогда хорошо развивают координацию, пластику, гибкость, ловкость и все эти качества, которые можно потом применить. Очень много, даже есть очень много спортсменов в смешных наборствах, кто начинал действительно как с танцев. И, возможно, даже в какой-то мере это и правильно. Сначала ты правильно, хорошо управляешь своим телом, а потом уже можешь применять это в каких-то боевых вещах. У нас даже есть несколько учеников, которые одновременно ходят и на танцы, и также занимаются какими-то там единоборствами. Это очень круто, это помогает. Это очень, например, в нашем случае, когда ребята приходят из каких-то видов боевых искусств, это очень помогает именно в хип-хопе. То есть появляется стойкой, то есть какие-то определенные удары, они становятся резкими. Я считаю, что это все взаимосвязано, и это действительно друг другу только помогает. Но я так понимаю, ограничений, в принципе, в возрасте как таковых нету, да? То есть можно там и в 30 лет пойти на танцы. Ой, можно скажу, 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 скажу. У нас вот есть самому младшему ученику 2,8, а самому старшему 60. Вот у нас приходят на танцы. И действительно, я скажу, что никогда не нужно себя ограничивать каким-то там вот этими цифрами. Если ты хочешь, пусть тебе будет 90, либо тебе 2, ты это делай. Вот. И неважно, там, танцы это или не танцы, или ты хочешь стать художником, или вот если душа зовет, если есть этот порыв, то обязательно делайте это. Вот не нужно этого бояться. И когда ко мне приходят вот такого там разного возраста люди, ты смотришь и понимаешь, боже, так возишь. Вот оно счастье, когда ты себя не блокируешь, когда ты не блокируешь свои мечты, желания, и ты делаешь. И я опять же повторю, что вот эти, благодаря этим зарядкам можно ведь показывать, что вот смотрите, какие мы, да, вот мы там разные, мы танцуем, мы поем, мы занимаемся любыми видами искусства, там, боевыми и так далее. Делайте. Мечты всегда должны реализовываться. Конечно. И вот тем самым мы показываем всем детям, что действительно действуйте, работайте над собой, над своими мечтами, желаниями и стремитесь к чему вы хотите. Как говорится, мечты сбываются. Ну а что касается планов на следующий год, что будете проводить? Ой, тоже можно опять я начну, как девочка, как блондиночка. Конечно, пожалуйста. Минуточка юмора. А вот при поддержке, опять же повторюсь, Нахимовского муниципального округа с 25 декабря по 7 января мы будем делать новогодние елки. Наша студия, это будут новогодние сказки, вот, танцевальные. И как бы мы приглашаем всех, чтобы все посмотрели и увидели, что вот как мы, наш Нахимовский район развиваем, как мы это делаем, как мы это любим, их посредством танца, как мы этим языком тело владеем и показываем это и учим наших детей. Вот. И хорошие еще раз. И опять же повторюсь, что с февраля месяца у нас стартует, конечно же, ряды зарядок, которые будут уже систематично выполняться. Вот у нас. Поэтому развиваем здоровый образ жизни. Думаю, да. Я думаю, это направление можно развить, действительно сделать как-то, может быть, стационарно в каком-то определенном месте, и туда будет народ приходить. Я думаю, что даже массово будет приходить. Да, народ у нас такой достаточно сложный, конечно, но мы будем стараться это реализовывать. Ведь все сидим в сложности. Ну, в общем-то, тогда успехов вам в вашей работе. Спасибо, что пришли к нам в студию. Новых побед вам и послушных учеников. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом «Севастополь». Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Спасибо.